друзья всем привет всем огромный привет продолжаем наше путешествие владивосток питер прошлый раз мы остановились вот здесь возле села хорбят и вот она и продолжаем двигаться дальше кто не подписан на канал напоминаю подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии не забываем про бусте канал про яндекс цен подписываемся заходим помним также про таймкоды про плейлист на канале в общем все 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 как обычно поехали сегодня у нас сегодня у нас серии начинается именно прям сразу же вот с этого населенного пункта село хорбят и до не стала в прошлой серии записывать ее и вот решил оставить ее на вот это вот на сегодняшнюю серию вот такой вот село вот так она все выглядит ну тут прям такая свежескошенная трава смотрите сколько сена ну так вот все выглядит опять да не вот написали написали комментарий что как бы у кого-то тут детство прошло вот смотрите деревья пробиваются прям сквозь шифер ничего себе прикольно да такие вот развалины у кого-то детство прошло но не в этом селе а тут тоже недалеко не помню как называется вот ну да несколько серий до этого вот в таком вот в таком вот селе написал но в общем ответил на этот комментарий спросил так тут опять как это стоило мемориал вот так вот в общем спросил живет ли кто так сейчас ну пока на момент записи ответа мне данного зрителя не было река а ребята реках а ребята да такая вот речка небольшая но есть однако же вот ну как бы жду ответ конечно же может мне данный человек напишет если он конечно в курсе потому что мы-то проезжали 21 год я посмотрел там последнее население было на 2010 и не помню вот сколько ну мало мало было очень мало а вот хотелось бы узнать живут ли там кто может у этого человека какие-нибудь родственники остались там или знакомые друзья или может быть он сам недалеко проживает где-нибудь ну и проезжает соответственно часто так проезжаем мы ребята и давайте наверное что ж давайте посмотрим то у нас там есть а ничего нет ребят вообще ничего прикольно ладно так мы немножко не сюда попали можно было бы конечно чуть-чуть еще а ну вот собственно говоря могут здесь он были вот да и вообще если кто-то вдруг опять же повторюсь здесь здесь проживал когда-то в этих местах жил там родился может быть здесь хотелось бы услышать ваше мнение вообще про эти места про то как вообще здесь вообще услышать ваше мнение рита 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 ребята ребята опять снова повторка 2 такая же вот ну типа река да в общем хотел бы услышать ваше мнение при причину привести если например кто-то тут остался и там живет в одном из этих населенных пунктов то как бы здорово может быть что-то расскажет более подробно если же кто-то переехал ну как бы причину переезда я спрашивать не буду это уже сугубо сугубо личное мнение каждого так а тут вот река но июня показывают даже на карте не отмечает ну ладно причина переезда спрашивать не буду кирен 4 mondi 89 харагун 01 вот кстати харагун что тут у нас а нету никакого хоргу на это же самое видите река только раздвоение будет национальный парк тункинский впереди да в прошлой серии помните такой пансионат или что это был в конце когда мы смотрели там куча куча народу куча машин вот такие домики для отдыхающих вот так вот село превратилось достаточно такое прибыльное место потому что потому что местные жители тоже начали использовать свои дома в качестве сдачи сдачи до возможно по цене бы дешевле чем это предлагают те кто сдает вот эти вот гостиничные номера вот эти вот домики monday 87 нуган один километр ну типа нуга нуга на то вот это наверное есть вот на карте на карте даже не отмечено отмеченного нуга но туда нам к сожалению нас не пустят вот так вот вот так вот вот так вот но вот опять коровы только вот огромное стадо все время что-то жуют 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 причем все обратите внимание корен точно корен был ничего не путаем да нет корен село корен да колорит магазин автомойка мы рады вам заправочка так туда к сожалению не проехать гостиница тунка 350 или тунка ты 350 в общем как то так вот опять лошади и 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 я вообще все таки здесь часто переходят дорогу люди а это наверно я коренский я люблю коренский детский сад солнышко вот так вот на вот поэтому и знак такой висит висит детский садик на вот такой вот так здесь здесь какой-то длинный дом не на нет как несколько домов да возможно вот это все а ну смотрите видеть это такое это прям специально такой дом уж какой-то памятник архитектуры вероятность вероятнее всего до уникальный есть тоже мира и хотя не знаю может но вот это точно скорее всего видеть сделал закусочная смак помните с макс макаревичем блин вот это вот передача из детства которые раньше показывали очень часто потом уже не с макаревичем потом уже и там и ургант по моему еще кто-то его вел но запомнилась именно когда вот макаревич так и вел вел как раз было самое такое самое детство 90-е были годы и прям теперь у меня так спасибо вам за жизнь вот на этой вот заброшки написали вот так вот и как к рен к ренда река к ренда ну логично логично вот и вот теперь после этой передачи еще из детства у меня когда говорят когда говорят слово или я вижу условно смак вообще что такое смак кто знает напишите например будет примерно догадываюсь но возможно что я не прав поэтому как бы я не буду его называть вот но я думаю если кто хочет может почитать в википедии информации в интернете пожалуйста но то для меня когда говорят слово смак меня сразу ассоциация с этой передачей идет смак вот так вот такое вот восприятие но это как знаете это вот время в детстве вот это вот заложилось да и теперь избавиться от этого прям но очень трудно я не представляю с этим словом какой-то другой ассоциации но это как знаете вот ну возьмем к примеру того же вона арнольда шварценеггера да я как посмотрел с ним первый фильм терминатор до от самого первого фильм который с ним посмотрел и все и я теперь его только с терминатором ассоциирую хотя у него было очень много других фильмов очень классных фильмов но терминатор затмевает все он сам как бы давал интервью и часто говорил о том что вот этот вот хих так хуже и еще одно село да и лоху жиры он как бы говорил в интервью давал много интервью и говорил что вот этот вот это вот роль этого терминатора как бы убила его всего потому что ну люди видят в нем именно вот этого персонажа хотя и не не видит других абсолютно героев которых он сыграл так вот и это то что в памяти отложилась то вот этот ассоциации из детства то это уже так кафе буллаг это уже к сожалению не исправить никак вот или как он этот как его сервис арсталлоне например да давайте возьмем его ну это рамбо это однозначно район вот ассоциация именно вот с этим уже как бы тут уже ничего не поделаешь тут уже ничего не поделать так продолжаем мы уже по-другому силу у жиры начались там вот еще могу и верхом одета но не знаю будет ли он тут ну в общем вот так вот эти населенные пункты выглядят сейчас попробуем посмотреть какие-нибудь фотографии сначала проехать вот это вот все давайте хотя бы там какая-то речка была попробуем проехать до нее доехать и посмотрим вообще что и как блин так вот смотришь кажется как будто бы я даже не знаю как вот этот назвать а как будто бы где-то где-то вдали вдалеке такой горизонт проходит тут такие облака тут горизонт хотя на самом деле лет по моему стопки там да вот это и грибе что могой горхон корова и теленок с ней рядышком корова и теленок вот смотрите сколько сена коровы просто просто гуляют сами по себе их никто не привязывает ничего стадное чувство туран 27 монды 79 так вот как раз та самая речка вроде бы как речка сейчас давайте чуть-чуть вперед река могой горхон вроде бы это она вроде бы да вроде бы давайте-ка глянем что тут может быть из фотографии что-нибудь уже вы посмотрим ничего тут тоже и здесь перен можно посмотреть вот крен есть да есть фотографии на лошадях такие блин как ковбой прямо ух вот это прям вообще здоровски смотрите реально посмотрите как лошадь стал он блин вот если поставить человека да он отдал на разом в два меньше будет чем это лошадь надо двоих таких ставить насколько же он высокий этот конь огромный так на я буду быстро нажимать а вы уже можете потом поставить на паузу и посмотреть тут такой снег вода пробивает его афигеть давайте посмотрим вот это вот а а а а а а а а а ну в общем вы сами все видели и слышали так ладно возвращаемся возвращаемся мы так да вот сюда и сейчас поедем дальше так сейчас ребят я окно открою это очень жарко сегодня прям вообще душно пусть немножко проветриет и но опять коровы лошади все тут рядом вместе при прямо на дороге лежит и хоть бы что ей хоть бы что а это у нас шинки и после шимок наверное будет такая длинная длинная дорога я даже не знаю дату рано ничего не будет а вот шинки шинки есть можно даже будет заехать кстати говоря да можно даже будет заехать село шинки здесь нет нет не здесь видимо на следующем повороте да вот тут вот они все еще дальше ну она вот вот здесь опять нет да как же так-то да нет здесь здесь можно будет чуть-чуть проехать посмотреть поближе ну такой вот село обычная обычное село да ничего особенного давайте посмотрим фотографию и поедем уже дальше ну если конечно тут что то есть на этих на фотографиях сейчас мы сначала проедем еще он до поворота афиндите вы только посмотрите сколько тут коров у коров тут прям очень много это очень прям я подсказала сказала слова там супер очень много сейчас вот прогрузить да но это уже заброшка так но эти глянем давайте посмотрим шинки или шинки не посмотрим ладно давайте да да хотя бы шинкинская школа-интернат потому что это мы точно не увидели бы так мы туда не смогли бы подъехать а вот детки меня делают над ну tá вот и ну и и не и и и и и и и и и вот так вот ребят так едем дальше но прежде напоминаю про подписку про лайки про комментарии не забываем подписываться на канал на все мои каналы в описании в общем все как обычно ребят все как обычно поехали дальше принчат на ткан окно открыл но особо то как бы не особо сильно прям помогло ну да чуть поможет попрохладнее но пока еще эффекта не такого сильного потому что на улице тепло им еще плюс батареи топит вот причем так топит как будто бы на улице градусов 15 мороза хотя по факту наоборот вот а вот еще какая-то река река большая той торка большая той торка каких тут названий нет вот она протекает здесь блин подумал что человек сначала каких тут названий нету вообще сейчас пойдет по моему такой участок особо то ничего не будет там мы не доедем опять до очередного села а Продолжение следует... Продолжение следует... Абсолютно такая пустая трасса. Постепенно, постепенно начинаем мы все-таки выезжать из Бурятии. в этой серии наверное не доедем следующий уже пересечем границу да ну как бы так уже достаточно задержались здесь очень долго очень долго да мы везде прям сильно задерживаемся честно скажу думаем и так как бы ну уже почти 50 дней 50 дней 50 серий едем вот и пока вот не доехали даже забайкалье не выехали в буреке тоже забайкалье фактически я имею ввиду даже не выехали хотя бы даже в район там омска вот этого новосибирска даже вот этих не доехали не но если мы ехали бы также прямо по трассе бы никуда бы не сворачивали и ехали бы по той трассе по федерал конечно я думаю мы уже проехали это все ну как бы наша цель заключается в том что не просто вот проехать до посмотреть какие-нибудь интересные места названия например река большой занги сан большой занги санк ехали бы там бы мы бы его не увидели вот федерал мы уже проехали когда ехали с москвы на магадан федерал мы уже проехали так что теперь будем искать другие пути более альтернативные пока наша цель идет питер до питера нам еще очень далеко кто знает может быть кто-то серии где-нибудь уже будем не подалеку пока вот вот собственно вот так даже смотрите машин вообще практически нет очень такая очень такая трасса длинная я по-моему там видел там был какой-то населенный пункт опять какое-то село он впереди облака туман и так а вот какая табличка была туран 70 monday 59 от 70 уран 7 monday 59 извиняюсь если неправильно произношу название неправильно ставлю дарение так вот по моему туран я видел тогда вот до него 7 километров виды вот такие вот вокруг вот опять спускаемся опять какая-то речка река малый занги сан а то какой был большой или тоже малый вот блин уже что-то забыл ладно и потом буду конечно пересматривать увижу ты ты девушка т в в в в такие высокие такие склоны насыпь и дорога такое чувство прям продолблена сквозь вот эти вот все нас насыпи туалет туалет да то вот такой вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Угу... Вот так... Туранда... Пансионат Энергетик... Семь километров... Ну, кстати говоря... Нет, мы не поедем туда, конечно... Это прям совсем далеко... Но если прям отдельные какие-нибудь... Какой-нибудь ролик какой-нибудь снять... Но это опять на камеру... Можно сделать... Неловко... Неловко... Хойта... Гол... 17... Ну... В принципе, на бусте канале можно это замутить... Даже... Могу сделать это буквально... В ближайшее время... Ну, кто желает посмотреть, конечно... Минималка 150 рублей... И можно посмотреть не только это видео, но и... Остальные видео, которые там будут... Субтитры сделал DimaTorzok... Ну, вот эта штучка... Вот это вот... Она тебе пишет название даты... По-моему, была вот на этой стороне... Да? В последнее время... Если я, конечно, не ошибаюсь... Ну, то есть, была не влево, а была справа. Вот. А до этого, по-моему, тоже была налево. Можно, конечно, глянуть первые видео, и вот последние, и посмотреть, сравнить с сегодняшним. Я вот не помню просто, но, по-моему, да, по-моему, она была все-таки справа. Сначала была слева, потом справа, опять слева. Вроде бы так. Хотя могу ошибаться. Так, Туран. Сейчас можно даже будет повернуть. Нам предлагают. Почему бы нам этого не сделать? А. Ну-ка. Давайте-ка. Давайте проедем. Давайте посмотрим, что тут вообще у нас есть. Вот так вот. Тут прям карточка. Прям не очень, нас, скажем, жалуют карта. И не дает нам нормально проехать. Ну, все равно, все равно пытаемся. Раз у нас есть такая возможность. Ну, смотрите, дрова. Люди готовят, заготавливают на зиму, чтобы протопить. Так, все, обратно дороги нет. Ну, тогда давайте, что и сделаем? Давайте. Вот так вот выйдем уже под рукой трассе. Трассе. Хорошо сказал, ну, трассе. Да. Ну, вы поняли, ребят. Иди в чат. Вы меня поняли. Так, река Алган. Вот прямо здесь она и протекает. Ну, а нам надо в ту сторону. Естественно. А, ну, прежде чем мы поедем дальше, давайте уже по традиции посмотрим, что было тут. А, тут ничего не было. Ну, как говорится, не было, значит не было. Тогда едем. И теперь будем пилить за этим. За этим трактором. Реально. Река Туранда. Вот она, река. Реально будем пилить за этим трактором. Нельзя ли обогнать его как-нибудь? Ну, что-то посажено. Картошечка, наверное. Вроде бы, да. Похоже. Ну, такой чуть-чуть небольшой участочек. Тут как бы все заросшее. Здесь с ними именно участок. Ну, с такого участка, я не знаю, в зависимости от того, можно в принципе, в принципе, раз, два, три, четыре, пять. Ведер семь точно накопать. Картошки. А тут посажено максимум. Я думаю. Так, река. Малая Агунка. Малая Агунка. Или Агунка. Вот так вот. А там было посажено. Да, ну, максимум, мне кажется. Так, все обгоняем это. Трактор. Максимум, ну, мне кажется, Агнета. Так. Еще одна какая-то речка. Давайте-ка глянем. Большая Агунка. Или Агунка. Скорее всего, Агунка, наверное. Малая и большая. Вот. А там прям, мне кажется, посажено максимум ведро. Ну, может, полтора, два. Ну, два вряд ли нет. Хотя, может, и два. Не знаю. Смотря какая картошка. Ведер семь, восемь, можно накопать. Может быть, даже десятку, если прям совсем хорошая картошка. Вот, пожалуйста. В принципе, кто для себя хотел, посадил. Больше ему не надо. Вот опять дом. И целое поле, которое не используется вообще практически по назначению. Ничего нет. Ну, только если может отсюда траву, там сено косить. Так, что мы приехали. Ах, типа, конец дороги. Нет, не конец. Можем еще чуть-чуть переместиться. Давайте вот эти участки. Как раз мы их сейчас быстренько проедем. Тут особо-то ничего нет. Ну, если меня опять интернет не будет подводить. Вот. Мы сейчас быстро едем. Мы параллельно реке Иркут уже достаточно длительное время. Да, пора уже, конечно, выбираться отсюда. Прямо. А вот опять река. Это что у нас только не говорили, что это... А нет, Халагун. Река Халагун. Все это притоки. Притоки реки Иркут. Вот такие вот притоки. Так, сейчас мы опять... А нет, в этот раз мы пролетели. Но вот тут сейчас поменяем интро на дорогу. Давайте еще раз. И сейчас будет еще один участок, который нам придется тоже пропустить. Вот так. Ну, тут особо-то и ничего не было. В принципе, все логично. Все типично. Да нет, тут будут еще такие участки. И очень много. Майголы. Вот до Майголы мы доедем. Интересно. Я думаю, что доедем. Ну, чисто, чисто так в теории должны доехать. А там как будет, не знаю. Сегодня такой ролик получился. Я бы сказал прям... Даже не знаю, как сказать. Ну, вроде бы, как бы населенных пунктов было много, да. И в то же время вот такая вот дорога, вот такая вот трасса, где практически ничего нет. изредка появляется. Изредка появляются... Так, ну, вот опять пропускаем вот этот участок. Изредка... Он тракторух. Изредка появляются вот такие вот... Трактора. Ну и все. Так. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну и карта такая, ну в таких местах, вот я обратил внимание, где практически ничего нету, вот сама река, так же, река Иркут, параллельно протекает нам, вот на таких участках, помните, где мы, когда мы ехали по перевалам, по всяким этим, почему-то часто вот такие вот дороги, где нету ничего. Так, ну и вот еще один такой же участок, а вот собственно река Иркут, река Иркут. Вот, ну кто не видел в прошлых сериях, вот снова показываю, и вот такой вот вид. Вот так вот, вот так вот все выглядит вокруг. Так, сейчас меня карта опять восстановит, не будет кидать меня из стороны в сторону. Так, по-моему мы подъезжаем сейчас, да, майготы. Ну а следующий после него, если так посмотреть... Да, будем вот так вот в следующую серию ехать аж до Монды. Вот, ну это уже, наверное, будет следующий. Возможно мы будем быстро ехать ее и проедем. Поэтому давайте, наверное, майготы сейчас проедем. Я вот предлагаю прямо на ней остановиться. Ну не прямо на ней, но чуть подальше, там где карта заканчивается. Такое вот село. Так, давай, не тупи. Не хочет он дальше ехать. Ну, скажем так, это тут майгот одно название. Сейчас тогда, наверное, доезжаем. майготы. Ну, скорее всего, я так предполагаю, что уже не жило это село. Может, хотя может, никто-то живет еще, подожди. Может, когда дачу используют? Да нет, ну тут совсем прям печально. Совсем ничего. Так. Тогда сейчас доедем, да. Я думаю, нет смысла смотреть вообще, что тут. Потому что тут будет вот так вот. Ничего не будет. Абсолютно ничего. Так. А что мы тут сделали? Телефон экстренных служб 112. Так. Ну, здесь участка опять же нет. Поэтому переходим вот сюда. Вот. Дальше уже, конечно же, я думаю, так. Ну, следующий нам, как бы, смотрите, нам ехать вот здесь. Вот здесь. Чисто по реке, по реке, по реке. Очень много будем пересекаться. Возможно, какие-то перевалы будут или что. Ну, а дальше уже. Ну, да. Такая серия получится очень интересная. Я надеюсь. А пока что, наверное, на этом мы остановимся. Так, друзья. Еще раз напоминаю, кто на канал не подписан, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь также на мои все основные каналы, которые есть в описании. Вот. В общем, вы все в курсе. пишите. Всем хорошего настроения. Спасибо, кто смотрел. Спасибо за лайк, за подписку, за комментарий, кто оставил. Всем до скорого. Всем удачи. И всем пока.